Сейчас я сделаю тогда стоп-старт для того, чтобы запись порезалась и все было хорошо. А как вены? Что еще раз? Как вены порезалась или нормально? Ну я в тлении все еще. Да, да, сложные шутки. Я слишком-слишком плосок для того, чтобы такие даже одноходовые. Здравствуйте, в общем, те, кто смотрит это, возможно, в записи. У нас подведение итогов первого четвертьфинала, ну первых двух четвертьфиналов выступать в роли судей сегодня будут многоуважаемые, многоуважаемые Адольф и Виви. Вот. Здравствуйте, друзья. Добрый. Здравствуйте. Там стрим поблизко, но идет. Я вижу уже, да, все, там 1128. Пошли туда, может, что мы тут делаем, я не понял. Повеселее, чем тлен карты. Как вы думаете, было ли ошибкой создавать... Это новая карта тлен, ее не было на первом шоу-турнире. Было ли ошибкой создавать такую карту? Думаю, ошибкой это не было, но комбинировать ее с неигровым контентом точно было ошибкой. Ага, да, возможно. Руслан, ты что думаешь? Можно ли сделать развлекательный, интересный стрим в тлене? Я на стриме рассказывал, как это можно сделать. О. И, ну, если участникам интересно, они могут потом записи посмотреть. Я знаю, в двух словах, в двух словах. Что бы ты сделал? Так мы же сейчас будем их обсуждать, вот я и расскажу. А, все хорошо. Давайте тогда начнем с первой пары. Ты и Медоед. Они были около ста котиков назад. Ага, Миша не смотрел стрим. Я смотрел только Медоеда, а ты так редко. Потому что история Олеси из Воркуты меня поглотила полностью. Поэтому, ну, просто я сам из Воркуты и сразу начал там выискивать несостыковки, в частности. Ну, понятно, понятно, кинокритик сидел. Да, да, да. Но, ладно, неважно. Что вы думаете об этой паре? Начнет, пожалуй, Виви. А что сразу я? Ну, ладно. Тебе интересует пока не оценка, а просто о паре. Да, да, да. Ну, не, ну, можешь попутно давать какие-то комментарии. Но не говори пока, за кого ты... Да, я понял. Да, за кого не говорить. Ну, пара на самом деле монстр. Она должна будет пройти следующий круг. Я просто знаю, кто попадет там в следующем круге. В любом случае, мне кажется, они проскочат. Кто-то из них, кто победит, проскочит. Очень сильно ребята выступили. И мне нравилось то, что они смогли выкрутиться из положения. Потому что игра Survival не подразумевает ничего интересного на стриме. И Тей избрала вот такой вот интересный путь видоизменения человеческой личности. Ну, а многоуважаемый Меда Ед, хотя у него там другой ник был, я по-другому его забыл. Искандер, да. Искандер. Он выбрал хоть и блондиночную, хоть и вечеринку, но очень много юмора. И тоже очень много времени я провел на его стриме. Пока, ну, дальше я только буду уже оценки говорить. Нельзя дальше говорить, Миша. Ну, хорошо. Ну, я не знаю. А, в смысле он уже скажет за кого, да? Да, уже он все высказал. Только осталось, видимо, сказать кто. Да. Руслан, наверное, надеюсь, будет более многословен. Не, такое просто... У меня там много оценок дальше идет. Которых и претензий, соответственно. Так ты можешь высказать претензии? Самое время. Самое время. Да. Хорошо, хорошо. Смотрите. Я пошел по какому пути, решил просто спросить у моего чатика, по каким критериям можно их оценить. И мы вместе собрали целых семь пунктов. Это как образ, интрига стрима, сценарий, актерская игра, продакшн, юмор и, конечно же, атмосфера, которая нужна была. Потому что оба участника справились с карточками. К этому вопросов не было вообще сразу, отпали. Ну и вот по этим оценкам, дальше уже, если я буду говорить, ну просто могу отметить очень хорошо, как сценарий проработал Атей. В отличие от Искандера. У него все же и был в Иркута стрим. Блондиночка в законе. Но где-то я видел, что у него все кончилось. Идей больше не было. Тупик. То есть первые 30 минут однозначно за ним победа. Дальше он начал сдуваться, но итог я не буду пока говорить все равно. Ну а по поводу Тэй, у него как раз сценарий был проработан от начала до конца, как целый фильм. Полуторитесовой можно было бы смотреть. Бэт Комедиан бы не обсирал, могу точно сказать. Хорошо, спасибо большое. Руслан. В начале мне было очень больно смотреть на Тэй и на, соответственно, ее оппонента Искандера. Он же Медоед. Потому что те образы, которые... Я даже думал, что они друг другу выбрали эти образы. Потому что они очень плохо их отыгрывали. Очень слабо. И на мой взгляд. И первые минут, наверное, 15-20 я искренне страдал. Очень много выключал звук. Но потом потихонечку они разошлись. И когда я увидел, что у Тэй действительно есть сценарий. Есть попытки этот сценарий реализовывать. И начались даже какие-то криповые интересные моменты. Где эта маленькая девочка начинает там сходить с ума. И самое, наверное, интересное было не то, что там грим менялся или еще что-то. А что вот действительно в какой-то момент мне даже стало немножко страшно за ее психическое здоровье. Потому что какой-то нездоровый блеск в глазах появился. Нотки какие-то и так далее. И это очень соответствовало еще той игре, в которой она играла. Это было неплохо. У ее оппонента, опять же, тоже были удачные моменты. В реализации образа Мисс Воркута 2017. Особенно селфи с кроликом. Это, конечно, было здорово. Жалко, что он после этого не смог зершать смех и продолжить действовать как ни в чем не бывало. Да, выход из образа два раза за стрим. Хотя Тэй себя играл в большей степени. Мне кажется, что следовало бы все-таки больше упор сделать не на отыгрыш взятого образа. Не на внешний отыгрыш. Потому что внешне... Ну, мы стримеры, мы не актеры. У нас актерские способности, как правило, не особенно сильные. Есть отдельные стримеры, у которых это классно получается. Но у большинства стримеров очень средние актерские способности. Здесь такая благодатная тема. Это survival, это выживание. Помести себя самого в исключительные обстоятельства. Посмотри фильмы про выживание. Посмотри дорогу ту же самую. Подумай, ну, как бы сложилась твоя жизнь. И попробуй в той игре, в которую ты играешь, ты выберешь просто передать. Отыграй саму себя. Отыграй самого себя. То есть больше сосредоточься на внутреннем содержании своего образа. Не на внешнем. Не на то, как ты говоришь, шепелявишь, писклявишь, с акцентом говоришь и так далее. Это беда вот многих ГТРП. Что люди берут образ, начинают отыгрывать внешне. Ну, человек, не знаю, японец, он отыгрывает японца, сосредотачиваясь на акценте. Человек там негар, он сосредотачивается на тоже каких-то внешних деталях жизни афроамериканцев. А продумать просто историю. Кто у тебя мама, кто у тебя папа. Когда ты пошел в школу, когда ты первый раз у тебя был поцелуй. То есть создать Квенту профессиональную, серьезную, какой занимаются действительно хорошие ролевики. Вот этим занимаются немногие. И мне кажется, что, учитывая даже, что времени было мало на подготовку, нужно было бы побольше этому уделить внимание. И как раз-таки Тей молодец, что она этому уделила больше внимания, чем господин Медоед. Хотя у него тоже были удачные моменты. Все. Тлен. Тлен. Уже к тлену сразу. Нет. Нам от Лени 20 минут общаться. Я имею в виду, что сейчас речь была тленная. Почему? Поглотившая нас. Мы оцениваем сейчас, я забыл, или мы в конце? Нет, мы в конце. Результаты голосования откроются только в 21.30. И в любом случае лучше к этому времени нам определиться. Ну, тогда, а можно еще? Можно, конечно. Нужно даже. По поводу юмора. Вот ты обратил внимание на то, что актерская игра, надо было свою личность проработать лучше. Но большинство вещей делается без актерской игры. И ты сам знаешь, что блокбастеры и фильмы, которые сейчас даже снимают в кинотеатрах показывают, не обязательно уметь играть. Это правда. Но если у тебя есть хороший сценарий и хороший прописанный юмор, люди это будут смотреть. Так вот, ну, по моим зрителям и по моим ощущениям, без обид, но у Саши, у Тэй вообще не было юмора, скукота. Это было то, что я бы не посоветовал многим людям посмотреть. Сказал бы, вот, включи. Если понравится первые 10 минут, можешь досмотреть. А вот это я бы посоветовал всем. Потому что люди бы поугарали, ну, как минимум, минут 10-15 точно. И, скорее всего, бы пошли паузу, поставили, заварили кофейку, вернулись бы и дальше смотрели еще, еще, еще. Ну, смотря кто, смотря какие люди, наверное. Конечно, смотря какие люди, но ты же понимаешь? Есть люди, которым нравится комедия с Адамом Сэндлером. То есть у них один, свои предпочтения. Есть люди, которые смотрят КВН, у них свои предпочтения. Есть кто-то, кому нравится комедий клуб. Я сейчас не с точки зрения там элитарного юморка говорю. Я просто говорю, что люди разные. Я понял, я тебя понял. Я просто хочу сказать, что вот всех, кого ты перечислил, они стримы как раз смотрят, и они бы не Тей выбрали. Это точно. По юмору. По юмору, ребят, это не значит, что я сразу же Тей закопал. Я имею в виду, что у меня оценки есть просто по оценкам. Юмор, ну, абсолютное отсутствие его, и это было грустно. Юмор на кривлянии построенный, даже у него был лучше. То бишь... Может, он не хотел, чтобы юмор в принципе был, учитывая такой сценарий. Там же действительно к концу было страшновато. Я знаю. Ну, начало-то было стеснительная девочка, которая шепелявит. Это уже как бы основа юмора. Потому что стеснительную девочку можно было взять в очках такую, знаешь, которая... Свечку боится в руки взять, а-ля Монашевскую такую исполнить. А здесь было шепеляве с картавинем. Ну, то есть попытка, попытка, но очень неудачно. Дальше, конечно же, было видно, во что она уходит. И мне это сразу же понравилось. Я начал чаще ее уже переключать и включать погромче. Потому что там я уже юмор понял, и понял, что человек устал. То есть первые 30 минут мне дает явно по сценарию. Даже сам себе под донат сделал небольшой, чтобы вовремя все это произошло. Очень красиво проработал. Но вот более 30 минут, там уже ты понимал, что человек устал сам по себе. Даже играть и импровизировать шутки. Ну, а ты импровизация хромала. Зато сценарий очень сильный. Но это я так просто заранее. Чтобы вы понимали, что оценки очень близкие будут. Я думаю. Ясно. Ну, давайте перейдем тогда ко второй паре. Следующая пара — это Маша Лав. Она была? И Микелеард. Да, она была. Это был неигровой контент. И Тлен, если я правильно помню. Ну, Тлен-то точно неигровой контент. Что вы можете сказать по этой паре? С Русланом начнем, конечно же. Да, я хотел тоже сказать Руслану. По господину Микелеарду. Он жаловался вначале на стриме, что он не успел подготовиться. Я не понял, это была жалоба, входящая именно в сценарий, как для нагнетания некой атмосферы тлена. Либо это действительно так. Потому что в начале стрима он просто ходил по трансляциям других стримеров на Твиче и Гудгейме, смотрел их, немножко осуждал. Потом он начал, чуть-чуть пошел действительно в нагнетание атмосферы тлена. Начал немножко жаловаться на свою жизнь, на то, что он не успевает подготовиться к стриме и так далее. Правда, это было сделано, наверное, довольно наигранным. И закончил он чтением своих стихов. На мой, наверное, субъективный взгляд, не слишком хорош. Я не увидел у Микелярда, к сожалению, ни желания побеждать, ни какой-то подготовки. И если ему интересно, что можно было бы сделать лучше. И я даже на стриме, пока его смотрел, и когда смотрел Машу, я даже запускал некоторые видео. То, что в моем понимании было бы намного большим тленом. Что такое тлен, по сути? Это создание у людей, у зрителей определенного настроения, определенных эмоций. Можно пытаться сделать это более за счет внешних факторов, искусственно, как это делала Маша. Она очень хорошо подготовилась с точки зрения техники. То есть у нее отличный продакшен, у нее черные шарики, у нее траурные кексы, у нее платье. Она подобрала какие-то грустные песни, станцевала. К этому вопросов у нее, у меня к ней вообще никаких нет. Здесь скорее вопрос к искренности, к тому, что ну просто сыграть Хэллоуин на стриме, это одно. Это здорово, это классно, это тоже, за это можно поставить галочку, это все хорошо. Но можно копнуть чуть-чуть поглубже. Можно нагнать, ну задача, чтобы зрители погрустили, чтобы им стало грустно, может быть плохо, может быть они почувствовали прикосновение к какой-то драме, может быть напомнить какие-то события из их прошлой жизни. То, что мы когда-то потеряли. Вообще благодатнейшая тема тлена, как раз Миша тут, это старый Good Game, например. Там можно было такие из людей слезы выбить, взяв старые скриншоты, старую нарезку, молодого Мишу, который там где-то в Warcraft рубится и так далее, и так далее. То есть вот сделать прямо, наполнить стрим, сделать его просто ностальгическим. Во-первых, и народу набежало бы побольше на него, и сама атмосфера бы создалась на 5 с плюсом. И это был бы вполне себе не игровой контентик какой-нибудь. Но вот эти все богатые темы, к сожалению, они были проигнорированы участниками. Но Маша, она готовилась. Микельарт практически не готовился. Это было видно. Все. Грустно. Грустно. Клен. Клен. Карточка мира. На уж. Действительно, в прошлом столько всего осталось, о чем можно посокрушаться. Ты только не плакай. Миш, я на стриме позавчера начал разбирать, просто там у меня что-то не получилось. Я просто начал лазить по старому винту. И нашел там старые фотографии. Да, я видел это. МСАев с этого. Все, чатик сидит, рыдает. Я уже успокоюсь. Все, остановитесь, хватит уже. Не хочу создавать такое настроение. Просто старые фотки открываешь, оно уже создается. Это же очень богатая тема для того, чтобы ее развивать. Согласен. Согласен. И есть много общих тем, которые можно повспоминать как раз. Виви, тебе слово. Что ты можешь сказать? Ну, я не буду повторяться. То, что он рассказал, на самом деле я полностью согласен. То, что не был готов мальчик наш совершенно. Он решил, что можно так выкрутиться. Какие-то свои стихи, не факт, что его. Какие-то, ну я не знаю, это бредом назвать нельзя. Но цитаты, которые он произносил, мне очень не понравилось. Но зато был момент, когда он решил что-то почитать. Не стихи, а там какую-то статейку большую. Честно, я даже сначала не въехал, что происходит. Но меня больше интересовала подача вот этого всего. И по голосу было видно, что он справляется. В отличие от Маши, которая, ну, тараторит. Давайте вот такое слово буду использовать. У нее абсолютная была победа с самого начала. Это было видно, потому что все готово. Она не сидит в маленькой вебочке где-то там в углу и на большом экране показывает, как кто-то стримит на Твиче, то как кто-то смотрит Ютуб. Там именно вот такие моменты даже были на стриме у него. А у нее было все готово. Да, она показала, как она умеет печь, гитара, голос какой у нее. Но вот что мне не понравилось, это немножко загубленная идея. То бишь, у нее были страшилки, если вы заметили, хотя не знаю, заметил ли кто. Потому что это не было похоже на страшилки. Это было похоже на какой-то речитатив непонятного монолога душевно больного человека. Не ее, не ее. Я имею в виду сам просто диалог вот этот очень странный какой-то. Потому что все одним голосом говорят, никаких знаков припинания. Мгновенно идет речь и заканчивается тоже ничем. Но вот идея-то была. Надо было ее исполнить лучше. Надо было маску использовать лучше. У нее даже заглушки на уход маски не было. Она всегда на колени уходила куда-то и переодевалась там, если так посудить. Вот это вот было хуже. Но этого недостаточно. Единственное, вот еще один пунктик надо добавить. Танцы в конце, ведь по сути это игра. А вот там должен был быть не игровой контент. Ну ладно, к этому придираться я не буду. Уже придрался? Не, не буду. Я вас всех спровоцировал, а я не буду. Ну хорошо. А то я вижу, там в чате уже пошли антививийные настроения. Как я же специально. Да, провоцирует, провоцирует. Когда-то ты в Warcraft играл, а потом... Ну ладно. А потом продолжил играть в Warcraft. А ты ушел куда-то. Я играл, играл, думаю, а где все-то? Где все-то. Пойду в лол. Пойду в лол, да. Может там все. Оказалось, в Warcraft все опять. А я не успел. Да, периодически. Дверь закрыли и ключ потеряли. Периодически вспоминаем. У нас тяжелая ситуация. Потому что еще целых 10 минут. А вы уже все сказали. Хорошо. У меня оценки есть и на вторую группу. Оценки давай. Давай мочи оценки. Она не сильно отличается. Ну то есть оценки тут. Сценарий у нее был лучше. Продакшн наглого был лучше. Почти в два раза у меня тут оценки. Ну вот актерская игра хуже, потому что я уже к этому придирался. И по поводу юмора. Я, конечно, понимаю, что карточка тлен, все дела. Но это не означает, что не должно быть юмора вообще. У меня на стриме даже люди напридумывали лучшие комбинации вот того, что можно сделать. Было. И мне тоже идея пришла в голову. Можно было сделать, как же это называют, эти лайвстримы, когда человек с камерой ходит. По ночному городу мог бы ходить и рассказывать. Да, рилстрим. У нас есть специалист в эфире по рилстриму. По ночному городу ходил бы вот к нему. И можешь свои стихи рассказывать и так далее. Все тлен, дождь идет или там снег. Погода сейчас подходящая в главном образом. Да, просто все было бы идеально. А он сидит дома и твич смотрит, как другие стримят. И юмора никакого, ну потому что мрачность должна быть. Я это понимаю. Ну и, конечно же, у нее, по крайней мере, есть шарики. Хоть она их и откупила своими собственными донатами. То есть, чтобы шарик лопнуть, надо было 100 рублей заплатить. Поэтому шарики она все купила назад. И даже тесто, я думаю, откупила назад. А он полотенце на голову накинул черное, чтобы волос не было видно, что они у него синие. И, в общем-то, весь его продакшн нулевой, скажем прямо. Даже котика зацикленного не смог найти. Ему чатик нашел котика зацикленного. Ну как так-то? Ну, ребят. Ну и музыка тоже. По-моему, вот эту всю атмосферу не обязательно разговорами и костюмами даже было создавать. Можно было просто гипнотические мелодии найти на 10 часов. Поставил и весь стрим пусть играет. Они там копошились в последний момент, искали их. Такое впечатление. Подбирали. Тишина на стриме моментами была такая гробовая. Я даже думал, неужели я звуку обоих выключил? Нет. Они просто оба молчат. Тлен? Иногда эту тишину прорывали взрывы шариков, а я в PUBG играл в этот момент. Просто невозможно, потому что после такого взрыва, после тишины. В общем, но я терпел. Я терпел. Проверял, сцелали твоя вторая каска. Да. Хотя там есть еще петензи по шарику. Один шарик лопнул, а в нем не было предсказания. Кто-то схалтурил. Оно летало просто куда-то. Да, оно падало куда-то. И не всегда, видимо, можно было найти. Тлен. Мы что, затянули время или еще надо немножко? Нет, нет, нет. Сейчас придется обратиться к уникальному таланту Руслана. Разговорных стримов на любую тему. Ребят, надо накинуть что-нибудь. Какие воспоминания, Руслан, у тебя вызывают самые такие тленные, грустные мысли? Как бы ты сделал эту трансляцию, чтобы прям пробить на слезу всех? Слушай, блин, мне было бы, наверное, немного сложно, потому что самый отличный депрессант в мире – это алкоголь. А я сейчас не пью. Но он же был запрещен, я видел. Да. Конечно, не пью. Запрещен? Блин. А ладно, то есть нельзя накатить на турнире, серьезно? До турнира можно. До турнира хотя бы, до турнира. И пить, ну, там, не знаю, томатный сок, например. Конечно. А от тебя разводят от чатика, от атмосферы. Там, я вас всех ненавижу. И все. Я вспомнил. Я же им обоим донаты кидал, и они оба на них не отреагировали. Правда, я донаты маленькие кидал. А 10 рублей? Это было полное неуважение к тайному судье. А может быть, все-таки твои маленькие донаты – это полное неуважение к стримерам? Какие стримеры такие донаты были, Миш? Ой, сейчас начнется. Ну, 30-точку сгодилось. 30-точку сгодилось? 30-точка. Ну, ты… Зря ты так, конечно, зря. А у вас минимальные донаты какие? Ну, там написано, что стример увидит 30-точку, если кинуть. Там настроек зависит, у стримера есть там. Ну, у них висела 30-точка в обоих. Я кинул, оба их не увидели. Потом я понял, что она от сотни только шарики лопает. Вот. А он вообще, по-моему, не читал донаты. Там пытаются лоббировать Игоря в судьи, не знаю, вместо кого. Но Игорь сегодня, кстати, работает. Вот. Он в любом случае не смотрел эти матчи. И объективно судить, конечно же, у него нет возможности. Вот. Но мне кажется, что Виви, наш новичок, судья, несмотря на какие-то там замечания в чате, говорит-то по делу. Хотя, может быть, просто кажется. Да нет. Виви, ты лол, да, стримишь? Подождите, не надо о больном сейчас. Нет. Я стримлю результаты третьего дня шоу-турнира стримеров. А, не сейчас. В принципе. В принципе, я стримлю чемпионат мира по разным играм. А еще я иногда зацепляю аудиторию с самой популярной игрой в мире. С точки зрения рейтинга. Какого рейтинга? Кубка, что ли? PUBG, да, наверное. Конечно, PUBG тоже стримлю периодически. У меня много всего есть. В том числе и какая-то игра Лига Легенд. Я на самом деле дружу с лоллерами иногда. Да, 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 я Лига Легенд. Ты очень толерантен, Руслан. Мы знаем о твоих. Это не все разделяет эту любовь. Спокойно. Это, видимо, такая мудрость жизненная уже все. И с лоллерами можно дружить. Лоллер друг человека. Говорит правду. Миша, а хочешь, я тебе пришлю видео, которое тебя порадует? Давай. Вообще у нас меньше трех минут. Самое время, я думаю, сказать, кто победил. А после этого можем, кстати... Можем потом в PUBG, и ты видео пришлешь. Все равно катать собирались потом. Но ни слова о лолле и PUBG. Вернемся к первой паре. О, переворачиваю листочек. Называем ее так. И Виви рассказывает, кому же он отдает, простите, свое очко в этой паре. Сейчас чатик на меня взъестся. Я медоеду отдаю победу. Медоеду победу? Медоеду победу. Ничего себе. Это поворот. А почему? Вот главное, почему? Я понимаю, что у тебя там система с 40 параметрами, веса разные. Да, и вот по этой системе он по очкам победил. Причем не так крупно. У Тэй получилось 49 очков, у него 51. А так как я сам создал эту систему, я должен следовать демократии. Виви, а чатик забанили сейчас у Майкера. За что? Не знаю. Вроде не забанили, нет. Ну а если серьезно, то главные параметры, по которым он выиграл, главные параметры, это как раз таки было юмор и атмосфера. Мне его больше понравилось. У Тэй, знаете, получается, что было? Она начала все, как карточка звучит, вы должны отыграть какую-то другую роль. Она начала все с девочки, не будем говорить то слово, а с девочки Лолли. И я даже подумал на моменты, когда там типа папа приходил к ней, что это какой-то порно-сценарий, который они отыгрывают перед вечерним стримом, во время вечернего стрима. А потом все перешло в что-то непонятное, и дальше я понял, а, окей, она типа поменяет сейчас идею свою, станет маньячкой, потому что она отыгрывает дальше маньяка. Кстати говоря, в этой игре именно такой же маньяк есть, там мама, она ищет дочку, что-то там такое мне даже в чатике подсказывает, что так оно все и есть. Но она не умела это отыграла, вот в чем проблема. По сути, голос не менялся, ты вот говорил про красные глаза, но ты, видимо, та и стримы не смотришь. Она, по сути, играла саму себя, просто немного более злую под конец. Вот и все. Хорошо, Руслан, давай тогда ты теперь. Одно очко у медоеда. Да. Ну, одно очко у медоеда, он, наверное, с ними остается. Я не готов двух очков у медоеда выпускать в природу, это будет слишком страшное животное. Я отдаю свой голос Тэй, потому что у нее был сценарий, у нее была подготовка, и в какой-то момент она действительно меня зацепила и впечатлила. Господин медоед, кроме одной, может быть, двух удачных шуток, к сожалению, слишком агрессивная эксплуатация образа выпускницы Воркуты. И не очень глубокая. Глубокая. Декольте? Не очень глубокая декольте, ты совершенно прав. Если бы оно было поглубже, возможно, были бы у него шансы. Как-то так. Большое спасибо за то, что вы уравняли, в любом случае, как бы, потому что сейчас каждый из тех, кто голосовал, они повлияют так или иначе на результат. Понти говорит, Михаил, мне надо знать, кто завтра будет судить. Типа, она может отказаться от участия, если узнает, что... Нет, неизвестно, кто пока будет судить. В общем, сейчас именно чатик скажет... Вот сейчас результаты обновятся. Кто проходит следующий тур? И это... Медоед. 59% на 41%. Олесия из Воркуты одержала победу над маленькой маньячкой Тей. Медоед. В Воркуте не растут ни сосны, ни ели. Там только кусты. Там нет деревьев. Но кролики-то есть, мам? Никакие кролики. Ты что там? Уже нет. Выходишь и замерзаешь сразу же. Тогда понятно. Там животных диких нет. В смысле этих, ну, недомашних, имеется в виду. По тем же самым причинам. Там не выжить. Не выжить. Вот. А так... Ладно. В общем... Переходим к следующей паре, наверное. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я стральнул! Нет, не смотрите, кто там победил! Говорите! Быстро-быстро! Кто? Руслан говорит, за кого очко? Маша Лав. Машка. Тоже Машка? Я был первым, кто на неё подписался, если вы не в курсе. И это не потому, что я был первым когда-то. Может, она даже меня помнит. Я один из первых стримеров, когда у неё было ещё пять человек на стриме. Я пришёл, она ещё в старой комнате стримила. Там ещё занавеска эта висела. Всё было ужасно. И я тогда говорю, слушай, у тебя всё получится. Продолжай. Помнишь своего первого... Ну, помнишь, собственно, Виви или нет? То есть это взаимная такая тема. Любопытно. Пиши, пожалуйста. Ну, тут на самом деле голосование тоже за Машу Лав. 74% против 26%. И, к сожалению, Микельярд проигрывает. Маша проходит вперёд. И надо нам сейчас... Мне будет с ними созвониться и выбрать карты, не забыть. Напоследок, если хотите что-то сказать, welcome. PUBG будешь? Руслан, играть после этого. Слушай, у меня будет голосование на стриме за то, что мы будем сегодня делать. Потому что там может быть фильмы и так далее. Если PUBG победит, то я тогда тебе к скукурую. А ссылочку можешь сейчас в чат? Ну, там немножечко... Не-не-не, там голосование непростое. Оно донатное, Миша. А, вот так вот. Я по-другому нет. А ты считаешь, у Миши денег нет? У голоса должна быть ответственная. А, кстати, да. Как же демократия, Руслан? Как же все должны быть равны? Все должны быть равны, но те, у кого больше денег, те будут равнее. Вот такая демократия. Прайм-тем на этом стоял, господи. Теми живы были. Кстати, друзья... Но мои последние... Можно? Да, да, можно, конечно. Последние слова. Насколько бы хороший сценарий не был, если исполнение ужасно, фильм не получится. Конец. Ну, под конец, да, вот так вот. Какой жестокий... Нет, я не жестокий, я объективный. Пытался быть сегодня. И вы знаете, моя любовь к Тэй, то есть, как бы... Тоже я был один из первых. Вот ты и там, и там успел, а? Да, 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 да. Молодец, молодец. И там, и там первым. Вот я к Понте первым не был. Тут я упустил такую. Я нехорош, Миша. Нехорош. Ну, хорошо, спасибо вам большое за мнение, за судейство, за внимание, с которым вы смотрели трансляции. И, надеюсь, еще услышимся. Давайте, ребята. Руслан, пока. 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 Сейчас самое время позвонить победителям. Победителям. Это медоед и Маша Лав. И вместе с ними черкануть карты полуфинала, кстати. Если ребята меня слышат, напишите, пожалуйста, в скайпе, чтобы я сразу... А, Маша Лав так и есть, Маша Лав. Удивительно. Мава. Звоню. Добрый вечер. Добрый, добрый. Ой, я тут. Сейчас я тебе перенесу. Отлично. Так, и подожду, наверное, Маша Лав. Какой-то молодец. Единственное, отписалась. Где медоед? Ребят, медоед там случайно не убежал стримить Старкрафт какой-нибудь? Ладно, ждем пока его. Расскажи, пожалуйста, как ты готовила, сколько времени заняло, почему выбрала именно вот такой сеттинг? О, у меня на самом деле какая-то такая очень немного странная история со всей подготовкой. Во-первых, реально получилось много времени. Три целых дня и сегодня немножечко. Это реально дает такой небольшой плюс. Я очень рада, что реально все оценили там хромакей, но об этом сейчас я расскажу. В общем, у меня записано на бумажечке, как я готовилась. То есть, сейчас я поверну немного камеру, чтобы вам было понятно. Вот у меня хромакей. А, я понял. Три на три метра. Его специально пришлось покупать, чтобы заполнить им половину комнаты. Плюс к этому было, что-то у меня написано, два баллона жидких гвоздей, три ленты скотча. Вот три на три хромакей, тут шарики больше 20 штук. Кошка роняла хромакей три раза. Каждую ночь она пыталась на него запрыгнуть. В итоге тут все падало. В общем, очень-очень много всего было. Но, естественно, были недочеты. Можно было реально побольше какой-то такой актерской игры, можно было бы побольше драмы. Но я согласна с судьями по поводу того, что можно было побольше юмора. Но когда я сегодня на трансляции пыталась, не пыталась, даже как-то правильно сказать, улыбалась, не знаю, как ты говорила, не вот таким вот голосом, то все начинали сразу жаловаться, вот, всем прям такого тлена, тлены бы подавай. Вот, но, в общем, мне реально очень понравилось готовиться. Три дня это вот так вот хватает, чтобы хоть что-то придумать. Вот, не зря я в девятом классе хотела стать режиссером. Мне очень понравилось вот это все расставлять, придумывать, как что будет. Наконец-то я разобралась, как вообще делаются хот-кей. Да, я стримлю два года, но только что узнала, как в ОБСе делать хот-кей. Я до сих пор не знаю, ничего страшного. Ну, в смысле, к своему стыду. Слушай, а пока не забыл вопрос, как ты относишься к идее вот сыграть на ностальгических чувствах и вызвать эмоции, как раз вот такие тленные, вспоминая какие-то вот моменты из прошлого, там, своего сайта, например, ну, каких-то общих тем. Вот никто из вас почему-то такой темы не, ну, такую идею не воплотил в жизни. Да, но вообще, когда только я узнала, ну, мы выбрали эти карты в прошлый раз, я сидела, просто листала Good Game, и я зашла на форум, и там реально столько грустных, прям тленных мыслей возникло, то, что я сразу начала делать какую-то нарезочку, нарезочку это мы показывали два раза на стриме, люди видели, вот, так что меня реально вот Good Game как-то вдохновил, там, вот эти всякие темы, там, форум Пикача умер, там, овца теперь больше не стримит, но очень многим людям понравилось. Возможно, было бы реально развить еще немного тему, вот, но я как-то попыталась немного взгрустнуть на Good Game, так сказать. Да, мы в последнее время часто грустим на Good Game. Медоед, готов, я его подключаю. Ей! Ей! Олеся из Воркуты, та самая... Здравствуйте! Алло, вас не слышно пока что? Интересно, Олеся в образе будет или уже все? Прекрасно! Алло, это Михаил, да. Привет, землячка! Ты из какого района? Здравствуй! А я вот район, знаете, есть такой там, окраина, как-то на В, что ли, называется? Варгашор, наверное, с Варгашора, что ли? Варгашор, да, вот оттуда я, да. Ой, ну как там у вас, шахту закрыли на Варгашоре, да, наверное? Ну нет, там неплохо, там сейчас шахты работают. Тепло сейчас у вас? Нет, там вот у меня друг Астика оттуда, он рассказал мне все, как там, очень там неплохо сейчас живут люди, работают. Вообще, на самом деле, вот я послушал судьи, хочу сказать, ну, спасибо за, зрителям хочу сказать спасибо за то, что оценили, проголосовали. Вот, насчет, ну, я согласен с судьями насчет второй половины стрима, на самом деле я, честно сказать, сценарий был как бы хороший на весь стрим, но я в половине заблудился, то есть я просто не знал, что дальше делать, игра, на самом деле, очень хардкорная оказалась, вот, и просто заблудился, и все, и там уже обыграть, ну, как бы у меня не получалось. Хотя бы я до машины добрался, и мы там с Чадом вместе потанцевали под зажигательную музыку, вот, что еще хотел сказать, ну, вообще сложно очень было, стрессово, стресса много я испытывал, когда делал это, во-первых, я в образе должен был ходить, прятаться от детей своих, понимаете, да, чтобы папу видеть в таком, как бы, образе, ну, они не, ну, нежелательно, конечно, вот, поэтому два дня очень стрессово. Хочу сказать еще спасибо воркутинским ММЧС, которые, соответственно, меня, конечно, не спасли, но ладно. Вот до сих пор я даже, когда уже вчера, то есть я репетировал позавчера, и даже в разговоре с женой я иногда включал этот акцент, это Олеся Воркуты. Я до сих пор вот сейчас, да, да, прорывается, прорывается. Я, на самом деле, вообще очень понимаю тебя, потому что я до сих пор не могу выйти из образа бабмаши, если честно. А нервы-то так же испытывал, да, нервничал просто, вот, как будто бы, я, невероятно просто. Ой, какая же будет, я чувствую, заруба у вас в следующем туре, достойные, достойные противники, это будет очень интересно. И готовы ли вы выбирать карты, и кто будет выбирать основу первую карту? Ну, пожалуйста, выбирайте. Нет, ну давай, давай, ты такая красивая, мне кажется, ты достойна лучшего, то бишь выбирать основу. Давайте посмотрим сначала первой карты. Хорошо, ладно, может быть, вы совместно действительно выберете. Первая карта, за зрителей и двор, за зрителей и двор, бит им ап. Бит им ап или моя стая. Стримеры избирают команды своих зрителей, играют друг против друга. Так. А первое, что надо делать? Играть в игру в жанре бит им ап. Это двухмерный платформер, ну, платформер, в общем. Бегаешь, бьешь или бегаешь, стреляешь. Я Дэнди, ой, в смысле, да, Дэнди, Черепашек-ниндзя вспоминал. Контра, вот это вот все. Ой, это вообще здоровские игры такие. Вот так вот. Слышала о таких играх, Олесь? Да, да, да. Отлично. Модификатор. Первый модификатор на выбор. Не принимая близко. Это война, стримеры должны подкалывать и подначивать друг друга. Вы же второй раз хотите мне эту карту дать, Нихайл? Я не специально. Еще один вариант. Это ретро. Необходимо выбирать игру, выпущенную до 2000 года. О-о-о. Да. Я вот смотрю на девушку Машу Лафа, креативная. Я хочу выбрать карты, Маш, максимально. Бля, я серьезно не специально сейчас образ свой. А ты, ну давайте до конца доиграй, я посплю потом. Маш, хочу, чтобы мы максимально раскрыли своих персонажей. Вот. И как бы все время максимально, ну, себе посвятили. То есть, я думаю, если мы, опять же, оскорблять друг друга будем, там, как бы, это сама понимаешь. Две тяночки, как бы, это да. Не, ну я вряд ли буду тянкой, конечно. Вот. Поэтому давай более такой, что выберем. Больше простора было для этого. А я забыла, какие модификаторы? Второй модификатор. Ретро. Второй модификатор ретро мы выбираем, да, уже точно? Потому что мы не будем. Да, да, да. Это сто процентов. Это прям вот будет идеально. Отлично. Так, и первую у нас игру мы должны выбрать, либо это вот бегать и стрелять, либо вторая игра, извиняюсь, Михаил. Там не игра, там нет ограничений по игре. Я понимаю, да, с памятью. Стримеры собирают команды, моя стая называется карта. То есть, вы собираете команду каждой из своих подписчиков и играете друг против друга. Надо еще придумать игру ретро, которая поддерживает сетевой режим. Да, как бы такое, может быть, реально первое выбрать. Бит-эм-ап. Да, я с тобой полностью согласен, Кисуньма. Отлично, давай, встретимся. Как вы выбрали? Хорошо, значит, вы выбрали ретро из-за зрителей и двор. Все правильно, да? И напоследок, если хотите что-то сказать, welcome. Пожалуйста, Маша, хочешь что-то сказать? Я тогда потом скажу. Да, на самом деле, у меня есть небольшой просьба-вопрос к Майкеру. Ой-ой-ой, опасно. Так. Вот можно как-то на канале поменять адрес? Можно. Можно. Точно? Можно, да, честно? Да, можно. Ого, а можно тогда? А куда писать? Мне пиши, мне. Пиши мне. Отлично. Михаил. Спасибо большое. А то у меня адрес просто не очень красивый, поэтому хочется поменять. Все, у меня тогда больше нет слов. Ну, а нет, нужно на самом деле поблагодарить чатик. Они меня сегодня смешили очень сильно. У меня там, ну, я старалась какой-то там образ, вот этот Лена, они там пейки ставили. Но, в любом случае, им спасибо. Спасибо, конечно же, судьям. Все учтем, все уже записано, все, как всегда. Мы будем стараться, я буду стараться очень сильно. И, конечно же, очень круто то, что мы с Медоедом в такой прям терочке-терочке будут. Вот, собственно, все. Олеся, очаровательный наш, расскажи что-нибудь на последнее. А я вот узнал, оказывается, вы, Михаил, вы самый главный здесь, да? Ну, из Воркуты, ты ж понимаешь. То есть самый-самый вообще. То есть выше вас только звезды, да? А можно вот и называть меня Искандр там, да? И это можно как-то сделать, чтобы там, ну, как бы поменять что-нибудь там. Можно, да? Можно, можно, Олесь. Конечно, для тебя все, что угодно. Спасибо большое. А вы когда вернетесь? Никогда не вернетесь к нам? Нет, нет, все уже. Слишком холодно у вас там. Да. И вот, что хотел сказать судьям. Есть там один противный мой хейтер, да? Вот. Это Адольф. Ну, пожалуйста, не надо так вот хейтить. Прям, ну, как-то завуалировано, чтобы было. А то прям, ну, нельзя так. Очень видно, что не любите вы меня. Он похвалил клип с кроликом очень. Надо будет, кстати... Скиньте в чатик, пожалуйста, с клип с кроликом. Он был шикарен. Ну, кролик это Апофео. Там же еще много было контента. Ну, ладно. Все. Спасибо вам, дамы. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Все, пока. Пока-пока. Спасибо, Дим. Ох, вот это да. Сейчас, чтобы вы понимали, если кто-то пропустил этот сумасшедший, сумасшедший клип. Просто. Секундочку. Я должен поделиться с теми, кто вдруг не видел. Секунду. А, я сейчас, видимо, все на этой странице. У нас сайт такой... Ай! Где? А! Селфи! Делаем селфи, убивать не буду. Ой, какой ты красивый. Давайте. Подождите. С тобой селфи сделаю. Вот. Вот. Ой, какой милый. Ма-ма-ма. Какой зайчик. Подождите так. А что сделать мне с ним? Отпустить, конечно. Отпустить. А! Зайчик! Ай! В общем, море положительных эмоций. А дальше будет еще интереснее, потому что... Потому что... Кстати, у нас же... У нас же завтра играют еще четвертьфиналисты. Ой. А, пока не забыл еще. У нас проводится конкурс. На то, кто получит эти реально распечатанные карты со второго шоу-турнира. Со всеми челленджами и прочим. И модификаторами. Плюс там еще разыгрывается премиум на год. В общем, все, что нужно сделать, это взять картинку или гифку и придумать к ней занимательную подпись. Вот. С шоу-турнира стримеров. Поэтому дерзайте. Дерзайте картинку в тему, на самом деле. Потому что... Потому что... Я, видимо, сейчас пойду в PUBG. Спасибо большое за то, что смотрели. Спасибо за то, что голосовали. Поддерживали участников. Помните, что вы можете, кстати, в призовой фонд турнира тоже пополнить. А бойлер, конечно, 150к занес. Ему вечная благодарность. За то, что в принципе турнир такой происходит. Вот. Но можно еще пополнять. Так что welcome. Страница турнира есть в разделе турниры. Пожалуйста. Шоу-турнир стримеров. Уже 160 тысяч 107 рублей. Призовой фонд. Прекрасно. Так, надо по сетке еще провести. Тейк, к сожалению, проиграла. Сохранить. Сохранить. Это уже полуфинал. Завтра пиптар с понтий. Ой, это же... Это же самая высокая весовая категория вообще. Ну, в плане стриминга, естественно. И халиф против walking disaster. Оба удивили. Любопытно, что получится. Что? А что трубку повесили? Карты дровить не будут? А уже подровили, фомбич. Гоу с основку. Прослакал все опять. Давай. Благодарю вас за внимание, друзья. Останавливаю, делаю стоп-старт для того, чтобы выложить результаты. И увидимся с вами завтра. В 6 часов вечера начнутся следующие матчи. В 9 часов также подведение итогов. Вот. До встречи. Пока. Гоу, говорит фомбич. Субтитры подогнал «Симон»!